Привет, друзья! Меня зовут Антон, и сегодня мы с вами поговорим о тех случаях, когда пробел может играть решающую роль для смысла высказывания. Мы коснёмся ситуации, когда слово имеет одно значение, а разделённым на два приобретает значение другое. Every day – это прилагательное. Его мы употребляем, когда хотим описать что-то обыкновенное, привычное и ординарное, вроде «на каждый день». This is not an everyday suit. Этот костюм не на каждый день. Every day – в два слова – это обстоятельство времени. Мы употребляем его, если описываем что-то, что случается каждый день, регулярно. Clara's mother makes pasta every day. Мама Клары готовит пасту каждый день. Мы употребляем everyone по отношению к членам определённой группы. Everyone is coming. А вот everyone в два слова используется, чтобы сказать, что информация относится ко всем вещам или предметам. Every one of his jackets is handmade. Каждая из его курток сделана вручную. Мы используем anyone, если говорим о людях, в общем, о каждом человеке. Does anyone know her mobile number? Кто-нибудь знает номер её мобильного? А вот anyone в два слова мы используем, когда речь идёт обо всех или только об одном человеке. Anyone of them would have solved this days ago. Мы используем anyway, когда мы добавляем ремарку к тому, что мы только что сказали. Обычно это замечание делает предыдущее высказывание менее важным. I can't ask her out. Anyway, she's seen someone else. Я не могу позвать её на свидание. В любом случае она встречается с кем-то. Anyway в два слова мы используем в значении любым путём, любым способом. Is there any way I can help? Я могу как-нибудь помочь? И напоследок слово maybe. Его мы можем использовать в значении возможно, наверное, вероятно. Maybe we should help them. Возможно нам следует помочь им. А вот maybe в два слова это уже модальный глагол с инфинитивом. С помощью такой конструкции мы говорим о возможности. She may be coming tonight. Она может прийти сегодня вечером. Итак, друзья, сегодня мы с вами узнали о тех ситуациях, когда слово имеет одно значение, а когда его делишь на два, оно приобретает несколько другой смысл. С вами был Антон. Скоро увидимся. Bye!